Красивые девушки, что может быть приятнее? Я предлагаю утро нового дня начать как раз с такого знакомства. И прямо сейчас у нас есть гость, который, наверное, официально является одним из самых красивых представительниц слабого пола на полуострове. Итак, я рад вам представить Анастасию Башкову, победительницу конкурса Мисс Евразия 2019. Спасибо большое. Доброе утро. Вот по-женски хочется спросить, как же начинается твое утро? Это зарядка, это макияж, это улыбка? А сейчас, на данный момент, да, я для себя установила такое правило, что мое утро будет начинаться с зарядки, это 5-минутная зарядка обязательно. Сразу находишься в тонусе, добавляется энергия. Ну и, конечно, естественно, это чашечка кофе. А вот расскажите, как? А кофе не вредит красоте? Я думаю, нет. Проверено, нет. А зарядка? Вот зарядка, есть какие-то особенные секреты? Ну, скажем, я не знаю, что вы такое делаете, что вы так прекрасно выглядите? Да, вы знаете, это обычная советская зарядка, честно, потому что ритм жизни у меня... Как приятно сказать, что у вас советская, я человек советской закалки, вы знаете, радостно просто. Да, обычно с таким ритмом жизни, когда нужно очень все быстро успевать, стандартные довольно-таки движения, которые помогают мышцы держать в тонусе, правильные, я считаю, движения, на которых основаны все наши новшества, то все равно наши советские... Но я знаю, что не только упражнениями вы, так сказать, балуетесь. У вас есть еще один очень тяжелый предмет, который вы с собой принесли. Да. Стаскайте его в качестве... Можете сказать? Конечно. Если вы позволите, я возьму? Конечно, конечно, да. Боже мой, ой, как она тяжелая. Да, потому что она тяжелая. Драгоценные камни, посмотрите. Серебро, платина, ну просто удивительная вещь. Расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле это действительно ювелирное изделие. Это моя самая большая и самая ценная корона. Поддержать? Ну не надевать. Можно надеть. Нет, ну зачем же? Это же ваше поправо. Вот. Это корона с международного конкурса Miss Office. В 2017 году я представляла Республику Крым и победила в этом конкурсе. А где проходил конкурс? В городе Москва, вот, и среди 30 участниц, около 30 участниц было, я вот выиграла, привезла в Крым главную корону и главный приз. А вот это вот лента какой, Екатерины Второй, это что? Это ленточка Miss Crimea Globe. Это говорит о том, что я являюсь участницей мирового проекта Miss Mira, Miss Globe. А Globe это что? Globe, земной шар. Да, Miss Globe. Вот, поэтому я сегодня в ней, так как я сейчас очень активно готовлюсь к этому мероприятию, к финалу конкурса. Ну, наверное, лучше рассказать, как я готовлюсь, да? Давайте по порядку, к чему, а потом как. Да, к чему это Miss Globe, это мировой проект в категории Miss, это лучший конкурс красоты в мире. На данный момент он самый рейтинговый. Пройдет он 7 декабря в Китае. В конце ноября я уже отправлюсь туда на подготовку. И с середины сентября мы сейчас очень активно готовимся. Я и моя команда, мы все готовимся. У вас целая команда? Ну да, на самом деле, ну конечно, она не очень большая, как хотелось, но тем не менее и фотограф, и визажист. Ну, хотелось бы, конечно, больше. Больше это сколько? Десяток? Дюжина? Хотя бы, да, хотя бы десяток дюжина, я не знаю. Потому что, на самом деле, это очень сложный процесс. Одна я, тяжело разрываться мне на весь Крым, так как я представляю всю республику. Мне нужно ездить по разным городам, фотосессии, интервью, видеосъемки. А вот как получилось так, что, вот ты представляешь, ты какой-то конкурс выиграла, либо был какой-то отбор? Ну, вы знаете, я с детства уже участвую в конкурсе красоты. И это даже, знаете, как это моя жизнь уже. Я даже открыла свое модельное агентство и сама теперь устраиваю конкурсы в Крыму. И, скажем так, мне повезло, потому что я достаточно много уже имею в своей коллекции победных титулов, более 20. И везде я представляла любимый Крым, свою республику. И вот мне сразу официально прислали приглашение на этот конкурс. Вот одно и мне, поэтому я немножечко подумала, конечно, потому что это очень серьезный проект. К нему нужно безумно много... Ответственно, наверное. Да, это очень ответственно. Это нужно большое количество времени, сил, энергии, финансовых затрат. Поэтому, но все-таки я не могу отказаться от такого шанса в жизни. А вот подготовка сама как проходит? Да, подготовка, ой, она очень, на самом деле, обширная, большая. Не очень много можно говорить. Опять же, я повторюсь, это бесконечные фотосессии. Это правда бесконечные. Я столько в жизни не фотографировалась. Это для каких-то изданий? Да, это действительно для изданий, для соцсетей, для статей. То есть для всего, видеосъемки, как я живу, что я делаю, это видеовизитки. То есть я должна в одной минуте рассказать о всей своей жизни. Это на самом деле... Для конкурса, да? Да, для конкурса очень тяжело. Анастасия, а позвольте такой личный вопрос. А кто вы по образованию? У меня высшее образование. Я магистр иностранной филологии и зарубежной литературы. То есть попав в другую сторону на конкурс, вам будет легко... На самом деле, я сейчас тренирую свой английский, потому что у меня другая сфера деятельности была все эти года. Я закончила университет, но особо не касалась английского языка. Поэтому я сейчас усиленно тренирую именно свой разговорный английский для того, чтобы правильно вы говорите, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть это тоже часть подготовки той самой? Конечно, вот я не дошла немножечко, да. Вот фотосессии, видео отодвинем в сторону. Это вот занятие английским, это чтение книг на самом деле. Это тоже, я вот называю, социальная подготовка. В любом случае нужно немножечко быть всесторонне развитым человеком, правильно? Чтобы не только говорить на одну тему, а на всеразличные. Потому что вопросы могут быть разные. Это категория миссис. Будет конкурс, да, вопросов? Конечно, обязательно. То есть какая-то интеллектуальная подоплюга здесь обязательно. Потому что вот именно разница категории мисс и миссис, это как раз таки и есть. Что здесь оцениваются не внешние данные больше, а внутренние. Не только, да? Да, то есть насколько ты социально активный человек и чего ты добился в этой жизни. То есть какие вопросы следует ожидать? Я равно МЦ квадрат или что? Ну нет, я думаю, что таких, хотя в принципе все может быть. Все может быть. Но я думаю, что это больше будет на какую-то твою позицию жизненную. То есть могут спросить, как ты относишься к тому, либо к чему-то другому. Да, я думаю, да. Но в любом случае ты должен развивать свой интеллект, лексику. То есть если мы общаемся на одну какую-то тему, вот у меня, допустим, по работе, я понимаю, что у меня какая-то одна терминология, лексика. И я понимаю, что мне нужно выходить из этой одной зоны и более расширять свой кругозор. Ну он у меня и так хороший, в принципе. Но в любом случае нужно готовиться. Вот психологические книги я тоже сейчас читаю. Вот я как раз хотел к этому обратиться. Какие книги конкретно вы сейчас имеете на своем столе? Ну вот на самом деле я сейчас читаю Дейл Корнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Да, это вот прям мне нравится книга, она мне прям очень помогает сейчас. Вот в свои мысли в правильное русло направить. Я так думаю, что вы рекомендуете ее всем нашим телезрителям. Особенно женщинам. А мужчинам что-то советуете? Ой, я даже не знаю. Мужчинам некогда читать, нужно работать. Ну как вам сказать? Нужно же иногда перебежки делать. Как же без этого? Ну это вот такой вопрос интересный на самом деле, потому что даже психологические книги для женщин и для мужчин, они абсолютно разные, потому что у нас психология разная. Не знаю, почитайте «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», возможно. Вот что касается… Как понять, о чем думает женщина и чувствует, что… Да, путники, созвездия, волосы Вероника. Можно такое? Поэтому это очень разные психологии, и книги нужно читать, конечно, разные. Поэтому я мужские книги не читала еще пока. С другой стороны, чтобы понять противоположный пол, наверняка в жюри тоже будут мужчины. Конечно, я думаю, что большинство будет мужчин. Тут и мужскую психологию необходимо прощупать. Да, но тут немножко, мне кажется, другое, понимаете. Тут это уже касается самого шоу, когда будет жюри. А расскажите немножко про шоу. Как это все будет выглядеть? Ну, шоу, в принципе, стандартное, как на многих конкурсах красоты. Это выходы в национальных костюмах с флагом. Это выходы в купальник, кстати, будет тоже. Поэтому я активно готовлюсь сейчас к этому выходу. Занимаюсь фитнесом, плаванием, бегаю. Начала, кстати, бегать, тоже никогда не бегала. Вот это прям мотивация для меня, что будет еще. Будут выходы в показы, в шикарных платьях. Также у нас есть единый стиль выхода в вечернем платье. Это обязательно должно быть алое платье, красное, алое такое. Фасон, да, просто будет отличаться? Да, фасон отличаться, да. А цвет нас просят, чтобы был один. У нас буквально минутка осталась, к сожалению. Жалко вас прерывать. Я вас очень хочу попросить рассказать одним словом, ну, может, двумя нашим телезрительницам. Как достичь такой красоты, которой достигли вы? Самое главное — быть внутренне красивым человеком. Правда. Потому что внешние данные даже сейчас, в нашем 21 веке, можно где-то исправить что-то косметикой, возможно, другими средствами, да. Но я считаю, что самое главное — это должна быть внутренняя красота, которая показана через глаза. Вот этот брезг в глазах. Ну, не только книги, да. Не только книги, я предлагаю сейчас от книг перейти к фотографии и сделать с нами такое селфи. Я только запомнила. Я вас очень прошу взять в руки этот тяжелый предмет, потому что он, безусловно, украсит фотографию. Пройдемте в нашу фотозону. А я напомню, да, что у нас сегодня в студии была Анастасия Башкова, победительница конкурса «Мисс Евразия-2019». Сюда прямо? Да, проходите. Смотрите, я рядом с вами встану. Камера, которая прямо на нас... Спасибо. Давайте почетно вас, да. Да, смотрим камеру, которая прямо перед нами. Я говорю «раз, два, три», мы говорим слово «цифры» и улыбаемся. Раз, два, три. Цифра! Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча